Добрый день! Только что завершилось мое очередное занятие по защите каракан. Это была уже лекция номер 3 по варианту, который вы видите на доске, а именно сон G5. На шестом ходу, в принципе, достаточно острый вариант. И здесь я рассматривал продолжение D на C. Конечно же, в данной позиции есть альтернативы, но именно D на C. Ну, всем приятного просмотра части моего занятия. Ну, а для остальных, еще раз повторю, что следующее занятие под номером 4 пройдет в среду в 20.00. Всех приглашаю на занятия. Сегодня нас не так много. Может, что-то еще дойдет. Но начинаем занятия. И, в принципе, здесь большинство участников присутствовали на предыдущих занятиях. Можно приветствовать Рябой Костя, новый у нас ученик. И что, собственно, мы сегодня будем смотреть? Мы будем смотреть так у Панова, вариант сон G5. А именно, после ходов E4, C6, D4, D5, ED, CD, C4, Kf6, Kc3, Kc6. В прошлый раз мы посмотрели продолжение Kf3. Сейчас мы смотрим слон G5. В принципе, слон G5. Ход можно было бы назвать вариантом Ботвинника. Почему-то не имеет ни в английской, ни в русской периодике он имени. Но впервые так и храл Михаил Ботвинник. В принципе, идея хода более чем очевидная. Белые создали опасное противостояние. Сейчас нарисую это. Во-первых, рентген, если черный вдруг сыграет E6, то будет очень неприятная связка. Во-вторых, они просто собираются удариться. Он бьет F6 и пешка D5 у нас подвисает. Но если бы этот ход имел бы одни плюсы, то, наверное, бы все только так бы играли. Естественно, у этого продолжения есть определенный минус. Зачем белые играли Kf3? Когда они играли Kf3, то они Kf3 защищали пешку D4. Сейчас, естественно, эта пешка не защищена, к сожалению. Поэтому у черных есть возможность ударить с D на C. Этот ход мы будем рассматривать. В принципе, как я уже сказал, некоторые играют E6, но этот ход мне лично совершенно не устраивает. Потому что черные, во-первых, закрыли своего слона на C8. И он теперь не сможет выйти на F5. Это во-первых. Во-вторых, попали под связку. Неприятно. Ну и то, что касается, если вы вдруг захотите поизучать альтернативы этого хода по каким-то странным причинам, то советую обратить внимание на ход слон E6. Он выглядит достаточно уродливо, но имеет под собой логику. Черные защитили избыточным образом пешку D5. Поэтому это альтернативный ход. Но мы будем рассматривать D на C. Продолжение. После которого черные забрали пешку и нападают на D4. В принципе, здесь у белых есть три хода. Сначала мы рассмотрим два из трех. Потом я открою следующий файл. Потому что почему-то по техническим причинам оно в один файл не загрузилось. Ну да ладно. То есть эти три хода. Первый из которых конь F3. Второй. Ну, то есть D на C мы посмотрим. Сначала конь F3. Продолжение. Затем мы посмотрим продолжение. Слон бьет C4. И в самом конце. Так, у нас еще один участник. И в самом конце мы посмотрим продолжение D5. Собственно, так играл ботвинник. Ну, начнем. Первый ход это конь F3. Сейчас. Найду его. Значит, конь F3. Здесь белые защитили пешку на D4. Но они потеряли какое-то время. Добрый вечер, Иван. Теперь, что делать черным. В принципе, то, что касается этого варианта, вы видите, что фактически во всех случаях я буду рекомендовать в какой-то момент сыграть H6. То есть, с идеей прогнать слона. И заставить черных... Вернее, черные заставляют белых определиться. Куда они собираются развить слона. Что с ним делать. В принципе, основной ход в данной позиции слон бьет F6. Если белые отступят слоном на H4, то последует G5. И после слона G3, слон Е6. Черные защищают пешку. И отыграть ее белым не так просто. Поэтому так мало кто играет. И обычно бьют белые. И играют вместо... Слон бьет... Вернее, вместо слона H4 играют слон бьет F6. Черные в ответ, конечно же, бьют пешкой E. И они освобождают своего чернопольного слона. И следующим ходом они разовьют слона. В принципе, что можно сказать по данной позиции? Кажется, что... Ну, белые, конечно, бьют на C4. Что теперь у белых просто защищенная проходная пешка. Центральная. Иначе у них должен быть перевес. Но, к сожалению, у шахмата слишком сложная игра. Чтобы в каждой позиции вот такими позиционными клише пользоваться. И практика показывает, что зато черные пешкой F6 контролируют поле E5. Важное для коня с одной стороны. Во-вторых, черные часто ставят слона на D6. Где он надежно блокирует пешку D4. И пешка дальше никуда не идет. В принципе, про эту позицию особо говорить нечего. Нужно играть обычно ее. И я покажу примерную партию, как черные хорошо разыграли. Это партия Ронян-Иванчук. Итак, в ней черные сыграли слон D6. Как я уже говорил, D6 очень хорошее поле для слона. 2-0, 2-0, H3. Ну, зачем белые так сыграли? Чтоб слон черных не вышел на G4. Теперь черные, естественно, не могут развить слона на G4. Поэтому они играют слон F5. Белые играют слон D3. Также логичный ход. Черных преимущество двух слонов. Белые хотят выменять одного из этих слонов. Черные играют ферзь D7. Тоже логичный ход. Они соединяют лади. Слон F5. Ферзь F5. Ферзь B3. Конь А5. Ферзь А4. И ладья Fc8. В принципе, такой агрессивный ход. Черные собираются сыграть ладья C4 в случае чего. Но какая проблема? У них конь подвисает немного. И этим сразу пользуются белые. И играют конь B5. И одновременно нападают на слона. Вернее. Так. Они нападают одновременно на слона и на коня. Ну, Ароньян очень сильный шахматист. В принципе, очевидно, что он не зевнул этот материал. Поэтому у него был подготовлен ход конь C4. Он защищает одним ходом коня и слона. И белые нападают на коня. Ладья с F на C1. Ну и тут маленький вопрос вам. Все-таки опять подвисает конь, подвисает слон. Как вы думаете, сыграл Ароньян в данной позиции? Маленькая разминка. А6. Да, так он и сыграл. Да, правильно. То есть, черные сыграли А6. Они нападают на белого коня. С одной стороны. То есть, ладья C4 уже не выигрывает материал. И заставляют белых высказаться. Они ударили на D6. Черные ударили на D6. Ферзь B4. Ферзь D5. Ладья C5. Ладья C5. Ферзь C5. Ферзь E6. Тоже хороший ход. Зачем меняться на C5? Если меняемся на C5, то пешка станет на C5. Она уже не будет изолированной. Укрепится потом путем B4. Поэтому, вот, вполне логичный. Ферзь E6. D5. Ферзь D7. Войдет D1. Войдет C8. Ферзь B4. Войдет C4. Ферзь B3. И как вы думаете, в данной позиции сыграли черные? В принципе, они очень многого достигли уже. Они поставили этого коня на D6. Очень хорошо он контролирует проходную пешку. Продолжение следует... Как же продолжить нашу игру? Ферзь C7. Вижу... Вижу... Ферзь... Куда это? Ферзь F5, да? Ну, то есть, понятно, что ферзем надо играть. В принципе. Аронян нашел ход, который позволяет разменять ферзей. Очевидно, что, если мы разменяем ферзей, дальше пешку D5 уже будет не так просто держать, потому что король подходит к ней и может ее забрать. Поэтому он сыграл, как вы думаете. Нет, он не B5 сыграл. Он сыграл ферзем с целью разменять ферзей. Ферзь A4, да. Правильный ход. Видите, игру гроссмейстеров очень легко понять, если понимаете общую идею, что делать в данной позиции. Так, посадовав F4. Ферзь A4, ладья A4. И теперь пешка D5 крайне слаба. После А3, король F8, король F1, ладья Е4. В принципе, техничный ход. Ладья отрезает короля по линии Е. И после нескольких ходов Иванчук наконец-то допустил ошибку. Ладья C1. Но позиция уже у него хуже была. Очевидно. Ладья Е5, ладья C5, конь Е4. И пешка D5 наконец-то потерялась. И в получившемся айншпиле черные уверенно реализовали материал. В принципе, это все, что можно сказать по данной структуре, которая получается после конь F3. Но может получаться и из других вариантов. Когда черные играют A6, белые бьют на F6. Мы бьем ЕНФ. И в принципе, мы не должны бояться. Конечно, если бы белые играли аккуратнее, они бы не проиграли. Но и у черных никаких проблем нет. Теперь переходим в более интересную разделу. Итак, спасибо, что посмотрели данное занятие. Следующее занятие пройдет в среду, 21 сентября в 20.00. Тема занятия «Разменный вариант защиты каракан». В принципе, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А с вами был MVP. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова